Эта детская площадка находится в самом центре южной части, прямо за Божевским центром детского творчества. Ежедневно родители сюда приводят своих детей. Этот детский уголок редко пустовал, а в теплую летнюю погоду здесь и вовсе не найти свободного места. Но сегодня эта игровая территория больше похожа на сцену из немого кино. Тишина и загадочность, хотя вопросы простые. Что делать и кто виноват? Местные жители обращались в ЖКХ, но ответы на свои вопросы так и не нашли. Пришли погулять с детьми, тут куча мусора, стекла валяются, качели сломаны на горке, не покататься, ничего. Даже качели вся растрясаны. Травмоопасная площадка, причем действительно травмоопасная. Не посидеть, ничего вообще, я не знаю. Подняла тему в интернете, это все, с фотографии выложила. Люди не знают, куда обращаться, думали, что ЖКХ. ЖКХ говорят, что это не наше, а кому идти-то? Глава Полевского городского округа Александр Ковалев рассказывает, что данная площадка была построена по его инициативе, совместно с депутатом законодательного собрания Свердловской области Александром Серебренниковым. И они уже ремонтировали эту площадку за свой счет. Александр Владимирович пояснил, что на баланс детская площадка не была поставлена, а значит хозяина у нее нет. Но глава города готов в очередной раз помочь полевчанам. Мы еще раз отремонтируем эту площадку, да, мы посмотрим, как ее там содержать, сделаем, но это не может быть бесконечным. Никакого бюджета не хватит, и наших там личных денег, каких-то наших там привлечений людей к тому, чтобы это содержалось нормально. Вот и все. Даже если город поставят на баланс, уж понимаете, она не перестанет ломаться, значит надо будет изыскивать деньги, с кого-то снимать, чтобы ее содержать. То же самое. Вот и все. И действительно, ремонтировать детскую площадку можно бесконечно, но то, насколько долго она будет находиться в надлежащем виде, зависит от самих жителей. Ведь до такого состояния, в котором сейчас находятся качели, песочница, скамейка, довели не дети. И бесконечными ремонтами и вложением средств эту проблему не решить. Есть пути, работая над сознанием, да, к воспитанию. А есть путь другой, к которому сейчас возвращаемся. Мы, вышел новый закон о добровольной народной дружине, да, мы там 44 человека будем формировать. Тоже на базе добровольцев, на базе совместного взаимодействия по наведению порядка. Это еще один путь. Ну а третий путь, ну, только самосознание, больше нет другого. Небезразличные жители города уже в эти выходные отправятся на субботник, чтобы очистить место, которое предназначено для детей, от пивных бутылок, окурков и прочего мусора. Готовы приложить и свои силы на восстановление построенных сооружений. Уже сегодня речь ведется о том, чтобы объединить активистов Южной части в территориальное общественное самоуправление. Таким образом, они смогли бы помогать администрации решать ряд вопросов. Тем более, что закон позволяет выделять деньги на общественно полезные дела. Хотя главная задача сегодня – это воспитание полевчан для осознания ими простой истины. Не нужно ломать, не нужно мусорить там, где живешь, где растут дети. Игорь Соколов, Алексей Карипанов, Сергей Чижов. Новости Полевского. Новости Полевского. Новости Полевского.